ну что снова мы в эфире снова я рада быть с вами и сегодня я хочу рассказать объяснить точнее причину своих глаз как вы говорите под кайфом на самом деле это они не под кайфом это действительно усталость что сходила все-таки в поликлинику потому что кружится голова подташнивает и вот эти мои глаза под кайфом как мне некоторые написали это синдром хронической усталости мне сказали больше отдыхать больше спать бывать одной из детей хотя бы час-два в день и плавать и тогда все будет хорошо ну конечно мы еще сдаем кровь и через неделю будет результат крови мы написали там кучу показателей которые нужно проверить в этом анализе и такая еще врач хорошая попалась у нее самой трое детей в общем она прям с пониманием ко мне отнеслась и пожелала мне удачи и больше спать расскажу вам как мы все-таки победили кашель у детей которые мне кажется месяц длился в общем когда врач сказала что сейчас уже стоит вопрос о приеме антибиотиков эрику потому что он кашляет и кашляет то мы повели детей в хамам мы их там пропарили мы их окунули в бассейн топить хамам бассейн хамам потом ночью мы грели им грудь и спину вот у нас есть такой мешочек и там вишневые косточки смыть нагреваем в микроволновке они должны быть прямо горячей чтобы они не обжигали кожу ребенка можно использовать гречку как я ухо эрику грела гречкой просто пакетик сырую гречку и в микроволновку и также прикладываешь можно делать какие-то лепешки если загуглить то в интернете много рецептов лепешек на грудь и капли нос физраствором можно еще взять аквамарис только в каплях потому что спрей тогда когда войны был тот страшный отит помните нам вскоре сказали что спреями и сопли отсосами лучше не пользоваться потому что они нарушают какой-то там давление какие-то то протоки и это вызывает провоцирует отит но как мне сказал один лор не всегда поэтому тема для меня темная но знаю что сопли отсосы и спреи мы больше не пользуем физраствор вот в таком виде он продавался в аптеке очень удобно ты берешь один пузырек откручиваешь и как раз вот на два раза его обоим детям хватает мы просто вот за как заливали в нос по три-четыре капли ну вот или аквамарис и что еще и витамин c просто как-то стараться запихнуть в ребенка витамин c он есть в порошке есть в капсулах но капсулы понятно ребенок проглотить не может если его высыпать на ложку он горький противные дети тоже не пьют поэтому я нашла белорусский витамин c порошок в пакетиках просто разбавляешь с водой получается такая кисленькая водичка но в эрика тоже сложно это запихнуть поэтому с эриком прям отдельная история в общем кашель мы победили все в порядке дети здорово ты моя годзилла забралась на парковку уже второй день тут так сидит и все бросает сверху еще хочу сказать что ванная с морской солью это тоже крутая штука очень сильно понимает иммунитет и выводит мне кажется это вытягивает из организма какую-то хрень потому что потому что после ванной солью дети тоже заметно быстро пошли на поправку ну что день x настал нам нужно разобрать вот эту команда тень я не представляю сколько процесса займет времени начнем вот с этого маленького команда сюда я хочу сложить настольные игры мечи и всякую мелочевку но опять же мелочевка на замет очень много места поэтому мы взяли пакет детского мира такие огромные пакеты знаете похоже на баулы и мы сейчас будем разбирать все дай нам сил самый трэш для меня это всякая мелочевка мы сейчас сидим разбираем вот вот этого было много-много коробок и ты вот там где повыряется имя это уже пакет для мусора сюда мы бросили машинки это гитара уж тут лежит это малышковый пакет это книги которые будем разбирать там книги в общем у нас должен вырасти как минимум кандидат наук у нас столько книг и мы половину не читаем и заказываем для меня прям спасение наш фитнес этой детской комнатой потому что там не могу спрятаться от детей занять их какими-то новыми игрушками там есть нянечка наверно так можно назвать которая сидит с детьми то есть можно оставить например я могу оставить эрика и пойти заниматься спортом но ими я ставить не могу потому что в эту комнату берут детей без родителей только с трех лет но для меня даже это подходит потому что я бы там села себе в уголочке дети играют они под присмотром а я или монтирую видео или отвечаю на ваши комментарии на ваши вопросы в общем спасибо этой комнате таможня таможня А что это за дерево? Тут еще разные желудки А там будут маленькие, понимаете, олевки А как это дерево называется? Не знаю еще Где у Варвары спроси, как дерево называется? А как дерево? А мы с тобой сегодня в Думу помогаем Большое дерево называется Дуб Дуб Красиво очень у тебя получилось Вот эти макароны съела, сделаем упоровые котлетки Вон, мы только их размазываем по тарелке Почему ты котлеты не ешь? Не хочу А что любишь есть? Макароны еще больше? Больше нет, есть котлета Или суп-пюре, выбирай Мама, ты еще есть, ты сказала? Я пошутила Есть котлеты, я перепутала Да Там есть котлеты еще Что будешь, котлеты или суп-пюре? Ничего Хорошо Все, иди играй Сколько тебе не хватит Кстати, прошло уже много времени И я могу показать вам свою кожу лица После использования щеточки от Форио Луна 2 Я ее использовала с такой умывалкой с Айхерба С авокадо Классная штука И вот они в дуэте прям очень хорошо работали Единственное, в последнее время я забросила массаж Вот этот антивозрастной массаж лица Что хочу сказать? Выключи, пожалуйста, свет, Ванна Что хочу сказать? Очень много, конечно, разных отзывов в интернете по поводу этой щеточки Но ко всему нужно подходить с умом И даже в инструкции по применению этой щетки написано Как ей пользоваться, чтобы не было никаких раздражений Я все делаю по инструкции, по уму И поэтому никакого раздражения, никаких прыщей Ничего у меня не случилось Поэтому с уверенностью могу сказать Что это достойная вещь в косметичке Она поместит даже в косметичку, да В косметичке каждой девушки Любите быть родителями И до встречи в сообществе Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова